Проверить тепличные условия. Глава региона посетил комбинат «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании. В центре внимания губернатора затянувшееся строительство новых теплиц, которое неразрывно связано с модернизацией котельной предприятия. Пожалуй, главный и самый массовый продукт тепличного комбината – огурцы российского сорта «РАИС». В планах аграрии собрать урожай на уровне прошлого года порядка 70 тонн. Мы немножко отстаем по сбору огурца к уровню прошлого года, но это связано, в первую очередь, что очень холодная весна. Весь собранный урожай сразу поступает на прилавки продуктовых магазинов округа. Местные огурцы стоят немного дороже привозных, но, как говорят аграрии, у наших овощей конкурентное качество. По огурцам мы знаем, что норма медицинская – 13 килограммов. Потребности внутреннего рынка тепличный комбинат закрывает лишь на 23%. Задача выращивать больше – выполнимая, но пока все упирается в недостаточные производственные мощности и площади. Новые теплицы, которые позволили бы выращивать овощи круглогодично, обещали построить к 2017 году. Модернизировать котельную, которая смогла бы отапливать новые тепличные площади, к 2015 году. Но ВОЗ и ныне там. Здесь две составляющие – крайне недобросовестные подрядчики. И вторая составляющая – крайне недобросовестные специалисты, которые принимают и осуществляют контроль над стройкой. Вот один из этих товарищей вчера был задержан правоохранительными структурами, господин Волошин, который в том числе и вел как раз проект по этим теплицам. Крайне недобросовестные руководители и подрядчики – это беда Ненецкого округа, отметил глава Ненецкого округа. За все недострой и излишне потраченные бюджетные средства придется ответить. Все проблемы, связанные со строительством, не отменяют той задачи, к которой стремится округ – обеспечить город и как минимум и близлежащие населенные пункты свежими овощами на 70%. Александр Бабрякович, Ирина Цепитова, Антон Водряков, телеканал «Север». Ирина Цепитова, Антон Водряков, телеканал «Север».